Вильгельм Буш, «Приди домой», глава 15, Пир. «И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться». Евангелие от Луки, глава 15, стих 23. Мы снова и снова должны отдавать себе отчет в том, что рассказ о блудном сыне – это притча. Притча о божественных вещах. В человеческом мире все произошло бы наверняка иначе. Предположим, что какой-нибудь отец действительно принял бы так своего блудного сына с любовью, поцелуями и объятиями. Тогда после приема он наверняка сказал бы ему «Ну а теперь пойдем в дом, держись тихо и докажи на деле свое покаяние». Если ты хорошо покажешь себя и оправдаешь мои надежды, тогда мы расскажем всему дому и всей родне, что ты вернулся. Человеческий отец просто не смог бы действовать иначе. Он установил бы сначала испытательный срок. Но отец в нашей притче поступает совершенно иначе. От него мы не слышим ни одного слова об испытательном сроке. Не успел сын вернуться домой, как уже готовится пир. Пение, игра и музыка возвещают каждому. Блудный сын вернулся домой. Так поступает Иисус. Ведь отец в притче – это Господь Иисус. Он знает сердца. Ему не нужен никакой испытательный срок. Он видит, истинно ли обращение, или ложно. Если оно ложно, то он говорит, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Если обращение истинное, тогда он признает его как свой собственный труд. И в небесах радуется об этом. Давайте рассмотрим этот пир. Пир в то время. «И приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться». Если мы хотим полностью понять это, тогда нам нужно вернуться к началу 15 главы в Евангелии от Луки. Там тоже рассказывается о званом обеде. Грешники, сердца которых через Святого Духа загорелись желанием спастись, пригласили Господа Иисуса на обед. Как они радовались. Эти жаждущие спасения души, что здесь среди них был тот, которого Библия называет многомилостивым. Но фарисеи и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Тогда Господь Иисус взял слово. Он рассказал им длинную историю о блудном сыне, падшем так глубоко. О том, как Он ударил себя в грудь, как Он обратился, как покаялся и сказал «Я согрешил». О том, как принял Его Отец вплоть до устроенного им пира. «Посмотрите, — говорит Господь Иисус, — на этом пире мы сидим здесь друг с другом. Вот блудные грешники вернулись домой, нашли своего Спасителя. Не должны ли мы есть и веселиться?» Фарисеи удивлялись, что Господь Иисус ел с грешниками, хотя они считали Его всего лишь пророком. Как бы они удивлялись, если бы поняли, что Он – Бог. Да, это прекрасно. Бог ест с грешниками, как говорится в одном гимне. «Радуйтесь небеса и веселись земля. Бог и грешники будут теперь друзьями». Я знаю, в Библии есть еще один такой пир. Авраам сидел у тубравы Мамре, при входе в свой шатер во время дневного зноя. Подняв глаза, он увидел троих мужчин. Авраам пригласил их. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Затем он поспешил в шатер к саре. «Поскорее замеси три соты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Потом побежал к стаду и выбрал молодого нежного теленка. Сравните книгу Бытия, глава 18, стихи от 1 по 15. Так Иисус зашел к Аврааму на обед. Это само по себе уже великое событие. Но Авраам был мужем Божиим, а не блудным сыном. Кроме того, в Библии говорится, «Авраам стоял подли них, пока они ели». В 15 главе Евангелия от Луки совсем по-другому. Грешники доверчиво подсаживались к своему Богу и Спасителю, ели и пили с ним. Это напоминает мне слова песни. Посмотрите на это чудо. Как низко Всевышний склоняется здесь. Пир сегодня. Этот текст сообщает нам добрую весть. Он заставляет прислушаться удрученные сердца и отягощенные совести. Кто не желал бы участвовать в таком пире? Друзья мои, вы можете и должны участвовать в нем. Вся жизнь истинного христианина такой пир. Христианству делалось уже много глупых упреков. Об этом можно сказать. Называя себя мудрыми, обезумели. Но самое глупое утверждение все же вот какое. Христианство – это якобы жизнеотрицающее мировоззрение. Конечно, вера отрицает плотскую жизнь и духовного человека. Но разве это жизнь? Это подчинение страстям, рвачества, заботы о пище и деньгах, жажда почести и признания от людей. Этот постоянный страх перед людьми и смертью – это заглушение укуров совести. Это лишь призебание, растительная жизнь, которую ведут и черви, ползающие в грязи. Помилуй Бог. Такую жизнь вера действительно отрицает. Кто нашел своего спасителя, тот нашел истинную жизнь. Библия часто сравнивает духовную жизнь христианина с пиром. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, говорит Давид. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Псалом 22, стих 5. Это отнюдь не жалкое существование. Он насытил душу жаждущую и душу алчную исполнил благами. Псалом 106, стих 9. Да, сам Господь подает на стол, ведь Он говорит, я насыщу всякую душу скорбящую. Книга Иеремии, глава 31, стих 25. Там не считают по маркам и граммам. Поэтому Соломон говорит, праведник ест до сытости. Притчи, глава 13, стих 25. Там течет рекой и духовное вино радости. Насыщается от тука дома твоего. И из потока сладостей твоих ты напаяешь их. Псалом 35, стих 9. Почему мы остаемся такими голодными, бедными и пустыми? Слово Божие зовет нас на пир. Вкусите и увидите, как благ Господь. Псалом 33, стих 9. Пир в вечности. Несмотря на все богатство, христианам относится слово из первого послания Коринфяна, глава 15, стих 19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Однако мы на основании воскресения Иисуса имеем твердую надежду на вечную жизнь. Говоря о второстороннем мире, мирской человек обычно имеет об этом довольно пустые, сомнительные, оторванные от жизни представления. Библия говорит об этом по-другому, как сказал Бенгель. Конец путей Божий в телесность. Библия говорит о воскресении тела, о новом мире, в котором, однако, живет праведность и справедливость. Она называет нам реки, города, деревья, людей в новом мире. Да, Господь Иисус говорит, что Он будет пить вино. Перед Своей смертью Он сказал, «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 29. И там будет пир, где действительно можно будет сказать, будем есть и веселиться. Это будет вечный свадебный пир, потому что жених Иисус вступает в брак со своей невестой церковью. Пусть мир говорит, что хочет. Я хочу быть на этом пире. Одно слово в заключении. Твоя жизнь близится к закату. Тебе кажется, что эпоха этого мира близится к своему концу. Пусть другие жалуются. Мы же можем петь. Дочь Сиона слышит пение о сторожей. Сердце ее трепещет от радости. Она бодрствует и спешно встает. Друг ее грядет с неба во всем величии. Исполнен милосердие истинные силы. Ярким светом восходит ее звезда. Приди, венец ты ценный. Господь Иисус, Сын Божий, Асанна. Мы последуем все в зал радости. Будем там участвовать в вечере. Глава 16. Последствия обращения. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Евангелие от Луки, глава 15 стих 24. В 4 книге Царств, 13 главе, нам рассказывается весьма странная и необычайная история. Пророк Елисей, великий муж Божий, умер и был похоронен в могиле в скале. Вскоре после похорон произошла эта странная история. По той дороге шла похоронная процессия. Хоронили какого-то человека. Внезапно торжество этой похоронной процессии было нарушено. Послышалась страшная весть. На страну напали враги. И уже видны вражеские полчища мавитян. Все разбежались. На дороге остались только несущие гроб с телом покойника. Они быстро бросили его в гробе Елисея и убежали. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил. И встал на ноги свои. Чудовищно, не правда ли? Представьте себе. В этой истории рассказывается обо мне и о тысячах других людей. Из-за змеиного укуса греха и осуждения, вынесенного нам законом Божиим, мы были все равно, что мертвы. Но потом мы коснулись пророка Божьего Иисуса. Его смерти мы коснулись и ожили. Бог говорит о нас. Это сын мой был мертв и ожил. К такому огромному изменению приводит обращение. Сознание своего безнадежного состояния. В притче о блудном сыне мы видим отца, как очень милосердного человека. Когда обремененный виной сын вернулся домой, отец не вымолвил ни единого слова упрека. Все его существо показывало любовь, сочувствие и милосердие. Но его доброта – это не сентиментальная мягкость. Об этом говорит нам сегодняшний отрывок текста. Прежде чем все сели пировать, отец прямо-таки жестокой реальностью выразил то, что в действительности произошло. «Этот сын мой был мертв». Сын вздрогнул, опустил голову. Все гости смотрели на сына. Все ожидали, что он сейчас скотчет и скажет. «Нет, отец, ты преувеличиваешь. Да, я немного сошел с тысиного пути, но мертвый – нет». Но сын ничего не сказал. Я думаю, что он только кивнул головой. «Да, это было так», – прошептал он. «Я был мертв. Но только тогда, когда я пас свиней. И не только тогда, но и тогда, когда я, гордый человек, ушел из отчего дома». Плотский человек мертв, даже если он прыгает и бегает и шумит на весь мир. Перед Богом он мертв. Он слеп, так как он не видит ни святости Божьей, ни любви Иисуса, ни самого себя, своего истинного положения. Он глух, так как, хотя добрый пастырь уже тысячу раз призывал его и предлагал ему свою милость. Но он ничего не слышит, он бесчувственный. Как Бог не поражал его своими судами, его сердце остается равнодушным. Ах, думают многие, это ведь явное преувеличение. Мои дела не так уж и плохи. Ты прав, не так плохо. Нет, намного хуже. Не обратившийся, невозрожденный человек не просто мертв, а мертв в высшей степени. Телесно мертвый, по крайней мере, тихий, ничего не делает. Но духовно мертвый человек совершает дела смерти. Он мертв во грехах, говорит Библия. Павел говорит, «Дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разноклассие, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Послание Галатам, глава 5, стихи с 19 по 21. Стоит ли много говорить об этом? Не обратившийся человек стоит на своем, не такой же он плохой. Обращение, однако, приводит к тому, что мы соглашаемся с тем, что Бог прав, сознаем свое мертвое состояние и ничего так не боимся, как этих дел тьмы. Новая тварь. И ожил. Даже невозможно себе представить, насколько велико изменение человека при его обращении. Апостол Павел говорит, «Кто во Христе, тот новая тварь», то есть новое создание. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 17. Обращение можно сравнить с сотворением мира. Кругом была ужасная тьма. И среди тьмы раздается Слово Божие. Та будет свет. И стал свет. Так и при обращении. Павел свидетельствует, «Бог, повелевшись тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 6. Ученые спорят об истории сотворения мира. Происходило ли оно так или нет, вместо того, чтобы слушать могущественные аккорды этого колоссального рассказа, из первой главы библейской книги «Бытие». Эту песнь хвалы тому, кто сказал и сделалась, повелел и явилась. Эта история сотворения повторяется при каждом обращении, когда о человеке говорится «он ужил». «Но ты в сердце мое постучал». История блудного сына полна странностей. Разрешите указать на одну из них. Сначала долго и подробно рассказывается о том, что сделал блудный сын, как он ударил кулаком грудь, как обратился от своих грехов, покаялся. То есть он изображается, как деятельный и активный человек. А в конце говорится «он ожил». «А ведь это совершенно пассивно, значит там с ним что-то произошло». «А как же это выглядит при обращении?» «Делаю я что-то или со мной что-то происходит?» Каждый обратившийся скажет «со мной что-то произошло». Слово Божие стало во мне семенем возрождения. Отец притянул меня к сыну и сын к отцу. Бог озарил мое сердце, чтобы я осознал свое жалкое состояние, но и его спасение он подарил мне, пока я не веру. Истинное обращение так велико, что это может быть только делом рук Божьих. Но так как Бог хочет совершить в тебе это дело, поэтому перестань противиться, покорись ему. Тогда ты сможешь петь со всеми детьми Божьими. Я любви не достоин твоей, пренебрег я твоей благодатью. Сколько было потерянных дней вдалеке от тебя, мой Спаситель. Годы многие жил без тебя. В сердце горькие плевелы зрели. В сходы добрых стремлений губя, торопился я к призрачной цели. Но ты в сердце мое постучал. Я открыл, наступило прозрение. Ты как блудного сына встречал и не вспомнил мои согрешения. Глава семнадцатая. Чудо обращения. Это сын мой пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, глава пятнадцатая, стих двадцать четвертый. Кто пять тысяч лет назад тому проходил по прекрасному дворцу могущественного египетского фараона, тому наверняка встречался один молодой человек. Он был одет прекрасной одеждой. Перед ним кланялись с глубоким почтением. Его окружали лучшие ученые, обучавшие его всем мудростям египтян. Если кто-то спрашивал, кто этот одаренный молодой человек, то слышал в ответ. Это Моисей, член семейства фараона. Но некоторым была известна тайна молодого человека. В действительности он был сыном жалкого раба, раб, рожденный рабом. Даже меньше этого. Он принадлежал к роду, обреченному на смерть. И его, когда он был владенцем, положили в корзину и оставили на берегу реки Нил. Дитя смерти. Но произошло чудо. Дочь фараона вышла на реку мыться и увидела его. И так произошла большая перемена в его жизни. История Моисея – моя история. И история тысяч других людей. Мы тоже были погибшими, обреченными людьми, рабами сатаны, идущими навстречу смерти. Тут нас нашел царский сын. Сын живого Бога. Он вытянул нас из страшного рва, из тенистого болота. Он сделал нас детьми Всевышнего Бога. Рассмотрим это поглубже и поразмыслим еще раз о чуде обращения. Состояние необратившегося человека. «Этот сын мой был мертв», – говорит отец в нашей притче. «Не люблю спорить со слепыми мирскими людьми. Они заявляют. Нет, со мной дела не так уж и плохи. Страшный суд покажет им, как с ними обстоит дело. Я буду лучше придерживаться мнения проповедника Даммана, проповедовавшего на рубеже столетия здесь, в Эссене. Свою первую проповедь он начал словами. «Никакого слова в Священном Писании из всех сотен и тысяч слов я не боюсь, так как короткого слова «погибший». Тогда он это проповедовал в церкви, сидела одна молодая девушка. Она сказала мне потом об этом. «Этого было достаточно для меня», – сказала она. «Это поразило мое сердце. Сколько я потом не слушала, это слово «погибший» снова и снова вставало предо мной. Погибший. Почему? Из-за твоего греха. И ты тоже погибшая». Слово «пропадал», используемое в данном стихе, имеет два значения. Например, в дороге могут пропасть перчатки, высказнуть из кармана, и тогда они лежат где-то в грязи, а их топчут, или же они попадут в руки незаконному владельцу. Так и человек от природы пропавший, потерянный. Он потерялся у своего законного владельца, живого Бога. Он лежит в грязи греха. Другой, вполне порядочный, но находится в руках неверных господ, людей своего собственного «я», сатаны. Но поскольку человек не безжизненный предмет, как перчатки, то он пропадает по своей собственной вине. Со времен грехопадения Адама мы рождаемся пропавшими людьми. Но это слово имеет и значение «погибший». Однажды один корабль попал ночью в ужасный шторм. Внезапно сильная волна вышла на палубу и смыла одного матроса за борт корабля. Высадить посадительную лодку было невозможно. Капитан, сматриваясь в темноту, сказал, «Он погиб». «Как часто мне приходилось смотреть так след людям, умершим о грехах!» Мое сердце кричало от боли. «Он погиб навеки!» «Гнев Божий останется над ним!» «Кого Бог потерял, тот погиб!» Таково состояние плотского человека. Состояние обратившегося человека. Он нашелся. «Ой, если бы у меня было достаточно слов, чтобы выразить, что это означает!» Попасть полностью в руки своего законного владельца, в руки Божьи. Сначала, однако, я хочу предупредить недоразумение. Какое-нибудь сильное, религиозное, душевное переживание еще не значит, он нашелся. Как часто я сталкивался с такими случаями. Человек попадает в большую беду, потому что ему приходится нести последствия своего греха. Он сознает свое погибшее состояние и жаждет избавления. И он верит, что получил его, но время идет. Трудности его жизни уладились. Вскоре все пошло снова по-старому. У него не было глубокого покаяния. Такой человек подобен страннику в пустыне. Он страдает от жажды. Вдруг он видит оазис. Он хочет подойти к нему, но это мираж. Все растворяется в тумане. Еще одно недоразумение. Когда я был на фронте во время Первой мировой войны, в нашей батарее были безбошные насмешники. Но когда мы на протяжении нескольких недель беспомощно и без защиты сидели у реки Сома в ураганном огне, тогда ни один из них начал снова молиться. И многие признавались потом. Я снова научился верить в Бога. Можно ли об этих людях сказать, они нашлись? Нет. Они еще не находятся в руках своего владельца, в руках Божьих. Последняя, самая высокая стена, еще разделяет их от него, их вина. Им недостает прощения грехов через кровь Иисуса. Обращен не тот, кто говорит, я вернулся к Богу, а тот, кого принял Спаситель грешников Иисуса Христос. В обоих приведенных случаях люди говорят, я нашел. Но это не обращение под действием Божьим. При истинном покаянии человек говорит, я нашелся. Мой Господь и Бог нашел меня в моем жалком состоянии грешника. Он задержал меня в моей погибели, нашел из сострадания и из милости, сделал меня своей собственностью. Он нашелся, облаженное состояние. Тогда признаешь вместе с апостолом Павлом. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, веруя, и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся, и скорбами. Послание к римлянам, глава 5, стихи 1 по 3. Послание к римлянам, глава 8, стихи 38-39. В нашем тексте идет речь о двух действиях – терять и находить. Значит, должен быть кто-то, кто ищет, и этот кто-то – Иисус. Иисус ходит вокруг и ищет пропавших и погибших. Заметил ли ты, как Он вошел в твой дом и искал тебя, как Он называл твое имя и все звал и звал? В этом поиске большое милосердие и большое долготерпение. Но я согрешил бы перед вашими душами, если бы утаил от вас всю серьезность. Иисус достигает цели. Он похож на охотника, который не успокоится, пока не поймает дичь. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Малахия, глава 4, стих 1. Тогда он привлечет к ответственности и самого упрямого, и самого неверующего. Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им. Мужа подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяние апостола, глава 17, стих 31. Кто желает легкомысленно идти на встречу этому дню? Есть еще время, милость еще зовет. Когда-то Иосиф был послан отцом принести еду своим братьям. На пути ему кто-то встретился. Иосиф сказал ему, я ищу моих братьев. Так Иисус ходит по стране, я ищу моих братьев. Какое благодатное время. Продолжение следует...